Вот давайте прямо начинать по порядку, значит, заглянуть за маску. Во-первых, нужно знать, что такое маски. Мы уже в предыдущем курсе, который называется супружество, отношение мужа и жены, говорили очень подробно о том, как это происходит в семье, какие муж одевает чаще всего маски, какие маски жена одевает, как это происходит вообще, помощь друг другу снять их. Сейчас мы с вами давайте этот аспект рассмотрим с точки зрения уже душепопечительства. В научной литературе, если вы будете где-то читать, вы видите, слово мать маски. Это очень такое короткое слово МПЗ, но расшифровывается, это механизм психологической защиты. То есть человек поставил защиту в себе, психологическую, чтобы к нему в душу не лезли. Вот образно говоря, такое выражение, вы все слышите, не лезь ко мне в душу, ставить маску. И закрыть свою боль. Ее закрывают, ее облетают в какую-то скорлупу, в какую-то маску, чтобы не показать другим, и ко мне никто не вторгался из-за этого. Итак, какие же бывают механизмы психологической защиты? Итак, первый такой механизм психологической защиты, один из первых, рационализация. То есть, когда человек рационализирует то, что с ним происходит. То есть, он не признает это, а рационализирует. Объясняет логическими доводами. Почему ты собираешься замуж у человека, который сейчас живет с другой женщиной? Ты знаешь, что он живет с другой женщиной. И объясняет, ну, ему уже 23, а мне 15. Разве он выдержит еще 3 года? Ему же нельзя терпеть, он уже взрослый человек, он мужчина. А я вот родителям дала когда-то обещание, что я не буду до свадьбы ни с кем. А он же мужчина. Почему он должен из-за моего обещания страдать? То есть, идет четкая рационализация. Хотя эта девочка, она просто понимает, ей обидно. Вы думаете, ей не обидно? Обидно. Она рационализирует свою обиду, но может быть под давлением этого молодого человека. Но там уже объясняется, почему она эту маску одевает. Ну, мы заглядываем за эту маску, а вот она, смотрите. Вот, или вот с одним молодым человеком беседовали, он одной, второй, третьей девушке делает предложение, и все ему отказывают. И вот он говорит, такой проблемой, почему так происходит? Мы говорим, ну, а как ты строишь отношения с этими девушками? Он говорит, зачем девушку строить? Какие отношения? Зачем? Если это Божья воля, она и так не даст положительный ответ. Без ухаживания. Без ухаживания. Он говорит, спасу эти, делают предложения. А все нет. Ну, так вот так, в лоб. Совершенно не зная человека. И вот так говорит, а я так проверяю Божью волю. Если Божья воля, то она, значит, она мне скажет да. А знаете, как девушка, а я говорю, а вы представляете вот девушку, вот она знает, что вчера ты сделал предложение этой, а три месяца назад этой. Ну, вот даже вот этой ситуации, вот таким вот образом, понимаете, заглядываем за маску, да он очень стеснительный молодой человек. Он не умеет общаться, трудно находить ему темы для разговора. И он, понимаете, в такой духовный предмет. И чтобы как-то рационализировать это все, объяснить, он, нет, зачем я буду все это делать? Я подойду, и если это Божья воля, она мне скажет, да, потому что она же не может против Божьей воли идти. Ну, понятно, да? Это сейчас вот то, что мы в нашем курсе по доброчным отношениям называем вход через закон. Но там все равно другие законы работают. Там не работает закон маски и закон вот такой внутренней несостоятельности. То есть тут немножко другие вещи совершенно. То есть если вы вспомните курс доброчных отношений, там как раз был вход через закон, когда я делаю предложение, если она отвечает да, мы начинаем строить отношения, но уже как муж и жена. И есть вход через любовь, когда развивают, развивают, развивают отношения, в конце концов, настолько они развились, что надо жениться. Пора уже. Либо делать предложение, либо расстаемся. Да, но отношения есть у каждого человека, там другое было. Там совершенно... И законы разные, у каждого входа свои законы. Чего любовь у них достижения? Раньше у нас же курсов не было. Голебовская любовь научилась. Об этом мы говорим вот, да, в курсе, да? Итак, вспоминайте вот эту маску рационализацию, очень хорошо ее проиллюстрировал Крылов в своей басне «Леса и виноград». Там в «Леса» пришла виноградник, до винограда не достает, хотя очень хочется ей попробовать его. Прыгала-прыгала, никак, по деревне была здесь не умеет. Она рационализировала свои чувства. Просто виноград кислый. Виноград кислый, поэтому я его есть не буду. Это он виноват, а не я. И вообще-то не будешь его, чтобы я его ела. Итак, значит, идем дальше. Следующая маска или механизм психологической защиты – отрицание. Когда мы отрицаем проблему, которая… Которая может у нас возникнуть или уже появилась. Мы говорим, нет, у нас такой проблем быть не может. Ну, например, от СПИДа еще никто не умирал. Нет такой болезни. Приходит к вам пара и выясняет, что один из них ВИЧ-инфицированный. Кстати, вы знаете, подобные проблемы во многих церквях уже давно очень насущны. И эта проблема скоро войдет вообще в жизнь. Вот мир, будем так говорить, консультанты за пределами церкви уже давно с этим работают. Вы представляете? Ну, мало кто знает, что с этим делать сейчас. В 2000 году было всего лишь навсего официально зарегистрировано 8 тысяч человек ВИЧ-носителей в России. В 2003 году их уже было 200 тысяч официально зарегистрированных ВИЧ-носителей. На сегодняшний год это 2 миллиона официально зарегистрированных ВИЧ-носителей. Ну, умножать эту цифру на 10, потому что есть люди, которые не встают на учет в СПИД-центрах. Есть люди, которые даже не знают, что они ВИЧ-носители. Это серьезная цифра. То есть мы с вами скоро с этим столкнемся. Дискорданные пары. Один ВИЧ-носитель, другой нет. И они к вам приходят, и они говорят, ну, либо фразу, от СПИДа еще никто не умирал. Либо они говорят так, презервативы нас спасают, мы умеем именем пользоваться. Либо они говорят, что нас Бог защищает, и мы что, вы что, не верите в Божью благодать, у меня жена никогда не заразится. Потому что мы молимся перед этим каждый раз. То есть они отрицают вообще существование подобной опасности. Вот, вы знаете, это настолько реально, вот казалось бы, ну, здравый смысл даже не может позволить себе возможность такого. Чем больше мы сталкиваемся с подобными ситуациями, тем мы видим. Мы не имеем права запрещать. Мы знаем, что, вот скажем, в Украине была попытка со стороны правительства запрещать. То есть прежде чем люди подают заявление в ЗАГС, они должны принести справку из спидцентра, что у них нет ВИЧ. Если есть, то не запрещают. Можно жениться, если у одного из них ВИЧ, если обоих ВИЧ, то можно, если у одного не ВИЧ. Но законами, как всегда, все равно нанят обход. То есть, это закон не запрещает. Справки будут покупатели, там еще что-то, ну, не важно. Важно, что нельзя это запрещать, это выбор человека самого. Ну, нужно обязательно донести всю информацию на эту тему. Вот. И мы надеемся, что у нас хватит времени вот в рамках этого курса, мы хотя бы минимальную информацию вот на эту тему дадим. Потому что, вот, это серьезная проблема, представляете, только официально сейчас уже 2 миллиона человек. Или, например, такой, такая ситуация, когда приходит девушка, говорит, ну, вот, замуж у каждого человека. Он не пьет, не курит. Не пьет, не курит. Ну, и что, что он раньше срока убежал из репоцентра. Ну, он же не пьет, то есть он не курит. Ну, он же там бросил, он же там перестал пить. Ну, и что, что он не прошел реабилитацию, не выдержал, там законы слишком жесткие. Ну, и что, вот, ну, моя любовь его покрывает. Исцелит. А потом, знаете, будет такое, даже моя любовь его не исцелила. Понимаете? То есть она сразу, вот, отрицает эту проблему, все это валит на какую-то, значит, вот, такую любовь. А по большому счету, ей просто хочется замуж. А бы за какой? Вот, понимаете, ну, отрицаем мы, вот, настоящий, как бы, вот, вариант данной ситуации. Или на одном из семинаров, у нас в молодежном семинаре возникла очень серьезная и большая полемика по поводу того, что такое непроникающий секс. Потому что, к сожалению... Потому что, да, это наблюдается очень много сейчас у молодежи. И они говорят, ну, мы же физиологически-то, мы девственники. А она, девственница? Она-то, девственница. Мы же девственные плево не нарушаем. Ну, и что, что мы очень крепко там занимаемся стимулятором? Ну, и что, что есть оргазм и семяизвержение? Проблем-то никаких. Ну, это же просто нам классно. Это просто получаем удовольствие. Это не секс. Мы говорим, даже медики сейчас сказали, это называется непроникающий секс. Маска отрицания работает так. И мы обычно в данной ситуации, как вот помочь человеку осознать, что не надо отрицать. Ну, одно из упражнений, которое мы предлагаем, вот оно у вас находится на странице 6. Можете открыть. Вот этих материалов. И мы советуем нарисовать такую точку А на листочке. И точку Б. Соединить эту точку такой стрелочкой, которая будет обозначать вашу жизнь. В точке А вы родились, в точке Б предположительно. Ваша жизнь закончится. Мы не знаем, какой длины будет эта стрелочка, где будет эта точка. Ну, в любом случае, где-то точка Б находится. Но где-то она есть. Второй, когда станет момент. Ну, и теперь примерно мы говорим этому человеку. Как ты думаешь, где ты сейчас находишься? Вот в этом месте. Как ты думаешь? В этом месте ты находишься? Или ты уже вот здесь? Все вот здесь. Конечно, все ближе туда. А может быть, ты находишься где-то вот тут? Вот так. А может быть, уже вот здесь? Вот, вот, вот. Понимаете, это человека очень отрезвляется. Сколько тебе осталось? Что ты хочешь изменить в этой жизни? Что бы ты хотел еще в этой жизни сделать? Что бы править? А делаешь ли ты это, если вот с этим ты будешь жить? Понимаете? Потому что проблему-то ведь вы увидите очень быстро, когда к вам придет человек. Да. Он ее не видит, он ее не замечает, он ее отрицает. Или не хочет замечать. Но вы-то проблему увидите. И помогите ему тоже оценить, что это действительно для него проблема. Но пусть он это сам сделает. Понимаете, перед вами личность. И если он по-прежнему предпочитает отрицать, опять, как мы сейчас сказали, уважайте право на выбор, и у вас тоже есть право на выбор, больше, чем человеком не встречается. Так сказать, знаешь, с маской я не работаю. Да? То есть, вот такие вот вещи. То есть, вы оба имеете право на выбор. Вот и вы оба имеете право, так сказать, на... Если вы откроете книгу «Исход священного писания», начиная с 3 и 4 глава, там описывается, как Господь призвал Моисея на служение, да, вывести народ из Египта. Сколько масок было на Моисея одеты? Помните, если вы будете читать, то вы увидите, там и отрицание, и рационализация, и проекция. Ну, все маски были на нем, очень много. Да, все практически. И Господь начинает с ним разговаривать только лишь после того, это исход 4 глава, по-моему, 15, или 19 стих, как с личностью, начинает разговаривать только после того, как на нем не осталось ни одной маски. То есть, сначала шли просто директивные указания. Иди, иди. Иди сделай это. А вот, вот. Я вот так буду делать. Вот смотри, вот то-то, то-то произойдет. А вот. Снимает маску. А вот, а вдруг вот это произойдет. А вот в этом случае я тебе вот так помогу. Снимает эту маску. А вот если вот то будет. И, наконец, Моисей признается. Ну, не хочу я. Ну, боюсь я. Ну, пошли там другого. Понимаете? И только после этого разгорелся. Когда масок не осталось, Господь начал разговаривать с самим Моисей. С личностью всего. Понимаете? То есть, вот оно. Вот для нас образец. С маской не работайте. Если человек не хочет маску снимать, все. Пока он не скажет конкретно, как Моисей сказал. Я не хочу. Я трубушу. Вообще отстань от меня. Вот. Понимаете? Там маски нет. И вот тут уже можно как-то что-то делать с человеком. Итак, уже можно работать по беденческому аспекте с ним. А следующее? Следующий механизм, который мы называем. Мы сейчас называем наиболее часто встречающийся механизм. Их намного больше. И там целые научные труды написаны, перечисляют очень большой список. Мы вам сейчас назовем только самые-самые часто встречающиеся маски. Вот эти механизмы. Механизм, называемый проекцией. Который говорит, нет, у меня-то все в порядке. Это все из-за нее происходит. Это потому что она неверующая. Поэтому у меня в жизни вот так все и случается. Мне приходится там и в церкви пропадать, и некогда детьми заниматься. И вообще дети теперь не воспитаны, потому что она взяла на себя все воспитание. Меня гонят от этого. Ты стала религиозным фанатиком. Ну и так далее, и так далее. То есть у меня все в порядке. Это она виновата. Ну и вот, например, знаете, когда идут беседы по поводу того, как должна деваться женщина. Ну что там, обтягивающего не должно быть, там, ну, ниже там должно быть. Если обтягивающие джинсы, то хотя бы вот длинненькая кофточка. Ну там, платье как-то должно быть, вырез и так далее, и так далее. И тогда женщины, их не начали возмущать, что это молоденькие девочки. Ну почему это? Из-за того, что у нас братья похотливые. Я не должна менять там свои братья. И приходится объяснять. Тут дело не в похоти братьев. А дело в том, что Бог создал мужчину и женщину. Он создал мужчину так, что он реагирует на женские прелести. Понимаете, и это не проблема мужчин. Это еще проблема женщин, что они всячески мужчин провоцируют на то, что вот такие вещи происходят. Вот смотрите, вот сейчас вот хорошо осень, да, а вот когда наступает весна-лето. Мне вот, например, мужчин жалко, вот мне как женщина. Вот идет по улице, да. Кусок сексуального мяса. Торчащий пупук, торчащие соски, брюки надеты чуть выше колен, дальше стринги сплошные. Понимаете? Я не знаю, что ты скажешь, понятно. И мне жалко мужчин. Сейчас такое общение будет вообще и моды, вообще все направлено на то, чтобы из мужчин сделать самцов. Не мужчину, а самца. И если я вам говорю, женщины, мы с вами определяем моральное состояние общества, мы с вами. Ну так создано все. Женщина помогает мужчине остаться мужчиной. Или делать из него самца. Не все мужчины, к сожалению, столь сильны, что они могут как вот, Иосиф, отвернуться и убежать. Понимаете? Ну давайте как-то вот это принимать внимание. А это про эти. Это они похотливые. А вот не я вот тогда вот такая вот вся еду, сексуальное мясо. И вывез из подмышки такой. Да. Вот, понимаете, то есть эти вещи просто надо понимать, что это конкретно работает у нас в проекте. Конкретно. Или, например, когда приходит девушка и говорит, нет, я вообще чистая, святая и духовная. У меня проблем никаких нет. Но ведь если я не дам своему молодому человеку, он же меня бросит. То есть это он виноват. Я-то вообще себя вообще великолепно веду. Но вот он виноват. Ему надо. То есть она его как бы к себе привязывает с сексом, но она подсадила его на похотливость. Понимаете, какая вещь? Но она во всем винит его. То есть вот эти вещи, они вот настолько конкретные, и у нас в проекте работают. Ну просто, вы знаете, все, это не я, это он, это не он, это я. И так далее. Вот такие вещи. И мы просто должны с вами это прекрасно понимать. И четко просекать. Вот вы спрашиваете девочку, вот так вот одетаяся. Ну объясни мне, пожалуйста, какой смысл с вами вот так одеваться? Вы мне так нравились, я иду фаулите, и прям все на меня оглядываются. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот те, кто на тебя оглядывается, они смотрят тебе в глаза или они смотрят на твои физические прелести? Вот ты для них кто вообще личность или действительно вот такой вот кусок мяса сексуального? Надо быть, вы очень грубо говорите, а это не Аня, понимаете, надо еще как-то называть своими именами. Слишком долго мы как-то находили такие обсихаемые слова. Надо как-то все называть своими именами. Как бы не обидеть человека, а вдруг он обидится, и что там, вот нет проблем. А вот из тех, которые вот остановились на себя, посмотрели, так похотливо начали с тобой заигрывать, ты бы кого из них хотела бы видеть отцом своих детей, если он так падок на сексуальное мясо? Понимаете, и девочка начинает задумываться. Поэтому нам нужно с вами как-то действительно объяснять, помогать людям заглянуть за маску снятия. Конечно, грех не смеет, не пускаем в церковь, но давайте объяснять просто эти вещи логические. И вот знаете, здесь очень помогает возможность запишите еще один инструмент, который может вам помочь. Опять мы говорим, что все инструменты сначала на себе используйте. Проверяйте на себе. Это 23-я страница ваших материалов. Там есть этот тест, такой небольшой. Он шутливый, сразу скажем. Он помогает разбить стену, которая может встать между вами и человеком, который надел маску в проекции. Напишите, пока не считайте, что там написано в ваших материалах, напишите свой любимый цвет. И теперь напишите три момента, почему этот цвет вам так нравится. Почему он такой любимый ваш? Ну, например, черный, потому что сексуальный, потому что грязь не видно, потому что строгий. Вот свой любимый цвет и три, почему вам так нравится этот цвет? Понятно, что без ЧСР у вас может быть другой любимый цвет. Понятно, но вот на данный момент. Или даже вечером вам другой понравится? Ну, мы работаем здесь и теперь. А вечером будет голубой, а днем белый. Я трекал людей. А я специально отвлекаю, чтобы меньше думалось. Чтобы меньше думалось. Написали? Теперь напишите животное, с которым вы хотели бы сфотографироваться. Представьте, вот вы пришли в зоопарк, и там есть все виды животных. И динозавры, которые жили давно-давно. И черепаха-нинди. И мухи-цц, то есть можно и с птичкой, и с рыбкой, и с кем хотите. Безопасность вам гарантирует. Вот с каким бы животным вы хотели бы сфотографироваться? И почему? Рядом. И почему опять? И три момента, почему именно с ним. Ну, нравится он мне. Замечательно. Вы думаете, это просто он не нравится. Закаживай. Та, вот. И ответ на этот тест очень простой на 23 страниц изложен. То есть, то, что вы написали про цвет, это то, что вы сами о себе думаете. Читайте, что вы про себя думаете. Что вы про себя думаете? Посмотрите, какой вы? Теплый, яркий, интеллектуальный. О, здорово, замечательно. Вы каждый прочитаете, да? А теперь животное. Я зеленый. А то, что вы написали про животное? А теперь животное. Это то, что про вас думают окружающие вас люди. Теплый, теплый, умный, ласковый, мягкий. Ты чувствуешь? Теплый, теплый. Но, знаете, здесь важна вот такая вещь. Когда человек напишет, обязательно спросите, а что ты вносишь в слово тюрьму? Это понятие. Например. А что ты вносишь в слово интеллектуальный? Однажды одна девушка написала там... Медведь. Медведь, потому что его все боятся. Нет, потому что он страшный. Страшный, да, его все боятся. Мы говорим, что красивая девушка написала страшный. Она говорит, нет, я хотела сказать, что его все так уважают, что все, значит... Ну, действительно, он лидер, понимаете? Вот она вот самая... Или молодой человек написал, хочет сфотографироваться с зайцем, потому что зайц трусливый. Мы говорим, значит, он вообще... Здоровый такой, качок. Мы говорим, а почему трусливый? Нет, я, говорит, вырос там где-то в Сибири вырос. Да, я его... Потому что зайц, он говорит, сразу находит выход из ситуации. Быстро реагирует сразу. Раз, ну раз, и нашел выход. Трусливый, в смысле, быстрый, юркий. Сбежал. То есть, выход... Вот селедку, то... Трусливый, именно, вот, трусливый, в смысле, быстрый, юркий, находчивый. То есть, вы когда... Вот, прям, по каждому слову пройдитесь. Что ты имеешь в виду? Что вот это для тебя, да? И потом уже... Это вещь. Знаете, очень хороший инструмент, опять, хотим сказать, что это тут шутка есть, доля шутки есть. Но, в любой шутке есть доля мраво. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Итак, идем дальше, да? Вот, по маске проекции, все понятно. Следующая маска. Маска замещения. Или еще ее в некоторых научных трудах называют маска вымещения. Вымещение собственных, негативных каких-то эмоций. На более безопасном предмете. Когда пинают дверь, например, или там стучат кулаком о стену. Когда дети начинают котят мучить, потому что что у них там накопилось, им плохо. Перед кем-то надо свою вот эту вот негативную энергию вылить. И они начинают там кошек набежать, собак. Или на девочку бросил молодой человек, и она тут же начинает флиртовать с другим. То есть она вымещает, как вот эту вот свою боль внутреннюю. Муж приходит домой, его начальник накрутил. Он же не может сказать жене, что его накрутил начальник, и подождил. У меня эмоции негативные, их лечут через край. Это не духовно. Он скажет, ты уже еще и ужин не готов, и дети игрушки не убрали, нате, получайте все. И вот отсюда идет жестокость. Жестокость в семьях, это маска-вымещение, маска-вымещение. Вы все время знаете, как говорим, боль другим доставляет только тот человек, чье сердце болит. Поэтому вы сначала пожалеете вот этого. Здоровое сердце никогда боль не причинит. Конечно. Ему плохо, поэтому другие дебют. Боль причинять только больное сердце. Законничество в церквях, это тоже. Вы знаете, законниками выступают только те священнослужители, на которые мы говорим, как редко, жена не дает. С женой отношения не лает. Все, сто процентов, как мужчина будет законником. Сто процентов. Понимаете? Ему плохо, все. И все, и тут идет уже измерение длины юбок, непопрыткой головы, слишком ярко накрашенные губы. Все, у него уже работают совершенно другие мысли. Это маска-вымещение. То есть дома не получается. Да. Вымещают. Я вас всех заставлю жить, так как получается у меня дома. Да. Понимаете? То есть это действительно так. Я даже думаю, может быть, мы где-то... Сейчас уже хотим даже над тем трудно писать. Для священнослужителей специально. Да, да. К сожалению, это причем-то во всех деноминациях. Следующий маска или следующий механизм психологической защиты называется компенсация. Когда человек пытается себя компенсировать где-то в другой области. Если у него здесь не получается, он говорит, зато вот тут я профессионал, вот тут я виртуоз. Вот это я могу запросто сделать. Например, мы знаем одну женщину, у которой умерли родители, и она компенсировала свою жизнь за мужеством, за человеком, которого изначально... Вот она не переваривала и несколько раз сдавала ему, так сказать, отрицательный ответ. И вот такая была боль после смерти родителей в автокатастрофе, что она вот компенсировала эту боль. Но боль нельзя компенсировать. Если у мужчины не получается любить человека, ну, отец или муж в семье, он начинает платить деньги. Зарабатывает. Во-первых, сам зарабатывает, а во-вторых, начинает платить. Дети покупают кучу-кучу подарков, чтобы как-то завоевать его любовь. Жене начинает, там, я тебе деньги принес, больше меня не трогай. Все. Все остальное твои проблемы. Вообще есть такая пословица. Мужчина, который не умеет любить, плачет деньги, а женщина, которая не умеет любить, кормит. Начинает закармливать. Пирогами, щенями и так далее. Будет, так сказать, свои несостоятельности проявить и подарить любовь как-то вот другим образом, личностно. То есть это отношение к ОМО. Вот это не дети, понимаете, а желудки, которые я должна вот... А те, которые любят, не зарабатывают. Нет, ну, мы не будем это говорить, но там... Мы говорим сейчас о маске. Мы говорим о маске. Да, можно так сказать, которые любят, они на деньгах не зацикливаются. Это действительно так. И те женщины, которые умеют любить, они не зацикливаются на супер-пуперных обедах ужинах. Слава Богу. Замечательно. Или вот на той же самом семинаре, о котором мы только что говорили, молодежном, возник вопрос вообще, когда начинается семья, с чего начинается. И вот молодой человек говорит... И что нужно, что важнее, загс или благословение в церкви? И молодой человек говорит, а мне вот вообще вот это правительство наше, он так выразился, по барабану. И загсение по барабану. Нас пастор благословил, все. Вот именно с этого начинается брак. А расписываться мне не обязательно. Я считаю, что вот я живу в духовном мире, для меня самое главное, что вот для меня сказал наш священнослужитель. И мы обычно говорим, понимаете, вообще должно быть и то, и другое. Это если мы читаем священное писание... Обязательно должно быть и то, и другое. Вы должны повиноваться и властям этого мира, но и никто духовный закон не отменяет. И если вы, так сказать, игнорируете загс, у вас бунт против власти. Но вы его компенсируете тем, что говорите, нет, нет, а мне вообще это не важно, для меня главные духовные составляющие. И наоборот, те люди, которые игнорируют благословение в церкви, это бунт против церкви. Понимаете? То есть вот в данном случае молодой человек, вот будем говорить, компенсировал, да, или рационализировал, тут несколько масок работает вместе, свой внутренний бунт, который он не хочет признавать, вот этими вот духовными какими-то составляющими. То есть вот это вот четко надо каждый раз увидеть, вот что это действительно такое духовное или в внутреннем мире. Ой, какие проблемы большие. Ну, еще один инструмент. Напишите слово. Это я. И 10. Кто вы? Может быть, 5? Потому что времени немало. 5 легко написать. А вот попробовать 10. А в смысле как? Ну, помешите, это я. Напишите, я. Кто вы? Как вы себя воспринимаете? Я. 10 моментов про себя. Напишите. Не забывай. 10 слов или 10 фраз, словосочетаний. Кто вы? Что, когда прочитают это, было понятно? О, ну так, это же Андрей. А, это Юля, это Наташа. Красавец. Кстати, это тоже маска. Почему? Почему? Да, если человек. Он так видит. Я-то не считаю, что я красавец. И вот, смотрите, к вам придет человек. Вот он напишет про себя. Ну, давайте вернемся к тем самым дискарданным парлам. Да? Вот вы говорите. Вот представьте себе, что вот вы... Вдруг вы узнали, что у вас... Тоже ВИЧ. Тоже ВИЧ. Что исчезнет из того, что вы здесь написали? Что изменится? Надо попасть тоже в вас, конечно. Нет, нет. Понимаете, прежде чем попасть, нужно... Мы, люди, мы можем какие-то вещи прогнозировать. Ну, из моего списка ничего не изменится. Ну, почему? Например, красота исчезает. Ну, это шутка была. Нет, нет. Нет, ну почему шутка? Я, например, это про себя написала. Она у меня была в свое время. Женщина, христианка, мать, психолог, хозяйка и так далее. То есть все эти пункты не устоят, я думаю. Ну, вот... Это замечательно. Да? Хорошо. Тогда что, наоборот, еще ярче будет проявляться? Любовь. Вот, понимаете? То есть, вот помогите человеку заглянуть еще внутрь себя. здесь. Какие же жизненные ценности изменятся у тебя с таким диагнозом? Какая выйдет на первый план? Вот сейчас какая на первом плане? Такая. А вот когда ты узнаешь, что у тебя осталось, ну, вот, совсем немного, да? Ну, здоровье помысятся в цене, конечно, когда его не было. Отношение к здоровому образу жизни изменится. Отношение к друзьям тоже наверняка изменится, потому что время осталось меньше. Отношение к родителям, к детям. Отношение к амбициозности в карьере тоже изменится. Понимаете? То есть, многие вот эти вещи, они действительно поменяются. Вот. И поэтому, может быть, действительно, как бы, вот, знаете, заглянуть внутрь себя... Это 18-я страница ваших материалов? Эта страница подпишите себе. Просто подпишите, где это, чтобы вы знали, где это и стать, когда... И так вот, она маска инфекция, вот это упражнение, в общем-то, помогает, так, немножко, знаете, человеку, ну, самому тоже туда вправить, и посмотреть честно на самого себя, прежде чем принимать какие-то решения. Следующая маска, это маска регрессии. Мы о ней много говорили. Да, вот в нашем супружеском семинаре отношения мужа и жены, да. Что такое маска регрессии? Это когда человек начинает играть в игры, становится в позицию ребенка. И все вокруг так плохо, и меня так обманули, и я совсем не думала, что он такой, я совсем не думала, что от него пойдут такие дети. Если вы помните в цикле муж и жена, семейные отношения с супружеским, вы проигрывали много игр, а что если да, но, а что если вам вот так сделать? Да, но я вот пробовал, у меня ничего не вышло, а что если вам вот это попробовать? Это тоже игра, это тоже ребенок, который играет. Есть такое интересное стихотворение Владимира Артемьева, который написал. На 17-й странице у вас есть это стихотворение. Я плакал на жизнь в обиде, что нет у меня сапог, пока перед собой не увидел коллегу, совсем без ног. Это рационализация. И регрессия, это снятие маски регрессии. То есть человек снял себя маску регрессии. До этого она у него была очень явно. Все плохо, и сапог у меня нет, и жизнь не удалась, и вот даже заработать не дают мне возможности, и правительство виновата, и все вокруг виноваты. У что вы хотите в таком обществе? Понимаете, в любом положении, действительно, и тот же самый коллега без ног, он тоже может выбирать. Либо быть в состоянии регрессии, что вы хотите от человека без ног, а может действительно быть полноценным членом общества, несмотря на то, что у него нет ног. Вот эти вот записи в дневнике, ваш ребенок плохо себя вел на уроке, примите срочно меры, это маска регрессии. Ну, как я считаю. И плюс рационализация. Ее можно сказать, ее можно делать рационализация, но мне кажется, что это все-таки маска регрессии. То есть учитель ставит себя в позицию ребенка, я ничего сделать не могу, примите вы меры, что вы хотите, у вас такой сын, у вас такая дочь, совершенно непослушная. Стал в позицию ребенка, начинает вот в этой маске, этой маской разговаривать с вами. Или с нами. Ну, мы опять хотим сказать, вспоминайте Моисея, и по жизни, вот Наташа сейчас нам задала интересный вопрос, какие маски наши самые любимые, какие мы носим. Я думаю, что если каждый из нас будет с собой чистен, мы поймем, что в нашей жизни присутствуют все эти масочки. В той или иной степени. И наша, конечно, нет правильного ни одного, еще раз повторяю, да? Но важно, чтобы мы это, во-первых, осознали в первый шаг, начали с этим что-то делать. Ну, по крайней мере, не культивировать, эти маски и не вводить их в рамк части нашего собственного характера. Когда к вам приходит на беседу человек, у него есть вот такие возможные состояния коммуникации. То есть я хороший, и ты хороший. И мы взрослые люди, мы можем друг с другом разговаривать. Это позиция взрослой-взрослой, о чем мы говорили на предыдущей нашей лекции. Но у человека может быть такой взгляд на жизнь. Я-то хороший, но ты плохой. И все то, что ты мне говоришь, ничего не работает. Или наоборот. Я такой плохой, я к тебе к такому хорошему пришел. Понимаете? Это тоже не сработает. А уж если пришел человек, и я плохой, и ты плохой, вообще все в этой жизни плохо, все конкретно к вам пришли за тем, чтобы что-то слить. Вас как в помойное бедро. Понимаете? Весь негатив. То есть вы должны точно знать, что вы сможете как-то работать с человеком, только если вы выведете ваши отношения на первый уровень. На уровень взрослый-взрослый. И я хороший, и ты хороший. И я взрослый, и ты взрослый. Я личность, и ты личность. И мы с тобой можем найти вместе пути решения. И то, что ты ко мне пришел, как душа попечит, и ты совсем не знаешь, что я умнее тебя, лучше тебя, духовнее тебя, и так далее, и так далее. Мы об личности. Может быть, у меня больше опыта. Может быть, у меня в чем-то больше знаний. Но это не значит, что я как личность поставлена там на рамках вышителя. То есть вот эти состояния должны нам четко пониматься. Ну и здесь следующую маску, наверное, пора уже нам разбирать. Вытеснение из памяти. Когда человек забывает, он на самом деле забывает, то, что ему невыгодно помнить. Или то, что больно вспоминать. Приносит боли, приносит какие-то воспоминания. Он это вытесняет из памяти? Или просто то, что противоречит его нынешним убеждениям. И он вытесняет. Ну вот вспомните Иона, пророк. Он просто вообще забыл, что он пророк. Посмотрите? И ему напомнили корабельщики. Слушай, да ты так раз, пророк вообще, что ты тут делаешь? Посмотрите, ну забыл человек. Но не хочется ему об этом вспоминать. Потому что не хочется ему идти в эту неневию. Понимаете? Что забыл? Скажите, Фаст, а у нас вот на кружке один папа на прошлой неделе забыл забрать своего ребенка. Как-то в интернерной игры. Представьте, кружок закрывается, дворец пионеров закрывается, папы нету. Значит, начинает ему звонить. Он говорит, ой, я забыл. Это вытеснение или это что-то другое? Нет, вот маска вытеснение из памяти, когда забывает то, что невыгодно помнить. Если ему невыгодно забирать ребенка каждый вечер, это будет маска. Но он мог на самом деле забыть. Заработаться там, влюбиться. То, что мужчина, у него уже тоннельное мышление. 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 У кого мозги, в того мышление. У кого мозги, в того мышление. У того мышление. Это как сказала одна учительница по русскому языку. Духа, она преподавала там одним очень, ну, таким духовным людям. И вот они сказали, да не все равно как говорить-то с хаттерой, что вы нам тут русский язык преподаете. Мышление или мышление, какая разница мозги или мозги. Она говорит, вот именно у кого мозги, у тех мышление. А у кого мозги, у тех мышление. Выбирайте, что вам. Выбирать вам. В общем, молодец, нам понравилось, как она стала. Вот, итак, вот вытеснение из памяти тоже, нам важно выяснить. Вот действительно, что это, да, у человека. Могут человек заработаться, а могут на самом деле... А может быть действительно в этой ситуации для него работа важнее, чем дети. И ему лучше быть на работе, чем быть с ребенком. Вот если он регулярно забывает забирать ребенка. Наверное, это уже маска. А один раз это еще не показатель, да? Да. Или вот у нас с детьми такие хорошие доверительные отношения. И нам дочь рассказал, один молодой человек ее пригласил. Говорит, слушай, у меня родители уехали на дачу. Мы можем там попить чаек у меня дома. Приходи. Приходи ко мне на ночь. Она говорит, нет, вдвоем мы не останемся. Тимулино ночью. Как? Почему? А в чем проблема-то? Вы знаете, он... Ну, дело в том, что человек как бы неверующий, да? Вот. И у него до этого были отношения с несколькими девушками. Он их строил. И, знаете, его понятие укрепило, что если ты хорошо относишься к девушке, а девушка к тебе хорошо относится, что это... Ну, высшее проявление того, что мы хорошо относимся, это вот... Остаться друг с другом вдвоем, ну и с соответствующими последствиями. Ну, и когда дочь с ним разговаривал, он вдруг вспомнил, а ведь на самом деле, почему все отношения с этим девушками потом разваливались? Потому что... Почему они начинали требовать от него, чтобы он положил деньги ей на телефон, на счет, покупил там духи хорошие, начинал... Требил дорогие подарки. Дорогие подарки. Ну, возьмем его на такси. Вот, и он говорит, а ему-то как нормально, человек хочет с честных отношений. И вдруг не стало ничего, девушки стали нечестными. И наша дочь-молодец ему сказала, ну, подожди, ну... Что же ты хочешь? Пользуешься телом, плати за это деньги. Это нормально, честные отношения тогда будут. И говорит, почему же ты вот сейчас то же самое, ты говоришь, что ты ко мне хорошо относишься, и ты забыл, с чего началось у тебя там, и опять то же самое хочешь заново прокручивать в своей жизни. А он на самом деле это забыл. Ну, ему невыгодно было. Потому что, ну, сейчас хочется, девушка прекрасная, вроде бы, добрая, относится к нему хорошо. Ну, почему бы еще раз не попробовать? Может, это совсем другой будет? Ну, нам понравилось, как наша дочь вот так вот ему... И, знаете, потом ее поблагодарил, знаешь, Оль, я многие свои вещи пересмотрела в жизни. Замечательно. То есть, понимаете, наша дочь практически помогла ему снять вот эту вот маску, вот с ней не испаните. Или, например, когда женщина забыла, что у нее отец был алкоголиком, каково было жить матери? Нет, она помнила, что у нее отец алкоголик, но забыла, каково быть женой алкоголика. И выяснила ты из памяти и выходит замуж до алкоголика. То есть, человек выясняет из памяти то, что ему невыгодно или то, что приносит боль. И, например, человек, который втеклял наркотики, был в репетинговом центре, освободился от наркотиков. Идет какое-то время ремиссии. И вдруг тяга. И он думает, я же всего один раз. Я один раз. А потом, я же знаю, что это плохо. Я же был в репетинговом центре. Я же знаю Бога. Я же знаю Христа. И он не помнит, что одного раза в его жизни быть не может. Уже все. Это будет с продолжением один раз. Но он это забыл. Потому что сейчас вот его тяга, понимаете, она сильнее, чем те воспоминания. И из памяти этого тесняется. Понимаете? Вот это так работает, этот механизм. И таким людям мы обычно даем вот такой вот тест. Такое упражнение. Нарисовать, разделить лист на четыре части одинаковых. И в левом верхнем углу написать, что будет, если я продолжу вот этот образ жизни. То есть, напиши прямо здесь, что будет, если ты завтра или продолжишь, или там начнешь употреблять наркотики. Или продолжишь вместе со своими друзьями колодок. Что будет? Или продолжишь вот своим телом налево и направо. Разбрасывай. Или пользусь чужими телами, да, как мужчины. Что будет? Будет авторитет среди друзей, да? В принципе, да. Мои кореша, ну и так далее. Но будет еще состояние ломки, состояние внутренней недовлетворенности. Да? Состояние, так сказать, подшей личности. Ну, пусть он там, значит, они много обычно пишут. Ну, должно быть не меньше шести-семи пунктов, чтобы они могли потом анализировать. В правом верхнем углу написать, чего не будет, если я продолжу этот образ жизни. То есть, если я продолжу колоться, чего у меня не будет? Не будет, вполне возможно, отношений в семье хороших. Не будет доверия ко мне моих родителей или моих детей. Первого кайфа не будет. То есть, писать и плюсы, и минусы обязательно. Не говорить, что, а, вот тут пишет только хорошее, а здесь только плохое. Пусть все перечисляют. И хорошее, и плохое. В следующем, левом нижнем углу пишут, что будет, если я прекращу этот образ жизни. Что будет, если я перестану колоться? Что будет? Да, от меня отвернутся мои друзья. Может быть, мне не с кем будет общаться, потому что я всех остальных растерял. Что еще будет, если я прекращу? Но зато будет постепенный рост доверия со стороны моей жены. Что еще будет? И вот опять человек перечисляет, что будет. И последнее, четвертый угол, правый и нижний. Чего не будет, если я прекращу этот образ жизни. Точно так же. И точно так же описывать все плюсы и минусы. И потом, понимаете, человек, обратите внимание, что они, в принципе, все перекликаются между собой. И вполне возможно, что то, что будет написано здесь, состыкуется с этим. Но важно, чтобы человек сам проанализировал. Потому что очень часто, что мы делаем? Мы говорим, вот ты перестань этот образ жизни вести, и все будет хорошо. Но мы, согласитесь, что не все. Многие вещи, к чему он привык... Многие он потеряет? Вот пусть он проанализирует то, что он теряет, и то, что он приобретает. В какой пропорции находится? То есть человек мотивирует столько тогда, когда он понимает, что приобретает он больше, чем теряет. Если я выйду замуж за алкоголика, что произойдет в моей жизни? Что я приобрету, что потеряет? Тоже очень важно оценить. Разбрасываться своим телом. Что будет, чего не будет. Вот это все очень помогает отрезвлению человека, снять маску. И, по крайней мере, когда потом возникли какие-то неприятные ситуации, неприятный для него не вдруг раз, он остался мир в вакууме, вокруг него нет людей. Он об этом знал, что это будет. Он уже ожидал это, потому что он это написал, и он знал, что вот этот круг людей он потеряет точно. Да, но он знает, что у него много других плюсов, и есть, ради чего жертвовать. Вот эти вот остальные, понимаете? Но важно, чтобы человек это понял сам. И вот это упражнение очень хорошо помогает. Это на 10-й странице ваших вот этих вот материалов есть. Там включен. Да. Ну, сейчас можете не писать, то есть мы вам просто говорим, где это искать. Если вы что-то не успели написать, там все это объясняете, методика, и все. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok